Перед первым сентября на особом режиме службы находится инспектор ГИБДД. В эти дни в Чебоксарах проходит профилактический рейд «Внимание, дети!». Продлится он до 7 сентября. Как показывает практика, с середины августа до конца сентября на дорогах города происходит всплеск ДТП с участием детей. Этот период инспекторы называют адаптацией. Многие возвращаются в город, начинается учебный год, и безопасная дорога становится за главной темой. Перед днем знаний с журналистами встретился временно исполняющий обязанности главного госавтоинспектора Чебоксар Сергей Суботкин. До начала учебного года Дорожный надзор уже успел побывать с проверками в школах, осмотреть школьные автобусы и поговорить с водителями. Рядом с некоторыми учреждениями не оказалось дорожных разметки и знаков. Где-то их закрыло ветками. Сейчас замечания устранили, ответственные, но для инспекторов горячая пора не закончилась. В первую неделю учебного года они будут дежурить рядом со школами и на оживленных перекрестках. Заглянут на уроки и родительские собрания, чтобы еще раз напомнить о правильном поведении на дорогах. Причем каждый год фантазии инспекторов ГИБДД нет предела. У нас подготовлены обращения госавтоинспекции к участникам дорожного движения, которые будут размещаться через громкоговорящую сеть центрального рынка. У нас достигнут договоренности с администрацией центрального рынка, а также с руководством Чебоксарского троллейбусного управления. День знаний в последние годы принято отмечать за пределами школ. Да и в учебный год есть охота посетить музеи, театры, другие места. В массовой перевозке детей заведен свой порядок, напоминают госавтоинспекторы. Согласно ему о маршруте, транспорте, водителе нужно оповещать ГИБДД и лучше делать это заранее. На практике же всегда находятся те, кто обязательно нарушит правила. В этих методических рекомендациях все написано, как, за сколько, за какой период времени нужно извещать подразделению госавтоинспекции о том, куда будет планироваться перевозка, на каком виде транспорта, какими водителями. Мы, соответственно, проверяем и водителей, и техническое состояние данного транспортного средства, которое будет использоваться. И в случае, если оно не будет соответствовать каким-то определенным требованиям госавтоинспекции, эксплуатация данного транспортного средства будет запрещена. Между тем, вновь ужесточается ответственность за перевозку детей в автомобилях. Транспортировать их на переднем сиденье до 12 лет разрешено только в детском кресле, а на заднем, возможно, с помощью других специальных приспособлений. Если раньше ответственность за данное нарушение была у нас 500 рублей, то с 1 сентября 2012 года ответственность будет 3000 рублей. То есть, как говорили инициативные группы депутатов, ответственность за данное нарушение надо было приравнять к стоимости средней самого детского удерживающего устройства, чтобы не возникало сомнений у водителей, у родителей о том, что лучше заплатить несколько раз штраф, чем один раз купить удерживающее устройство. Обезопасит детей от ДТП еще одно новшество, уверены эксперты. Владельцы мопедов и скутеров сядут за парты, будут учить ПДД и сдавать на права. Для них осенью вводится специальная категория М, получить которую возможно только с 16 лет и только после экзамена в ГИБДД. Детям до 16 лет у нас управлять скутерами и мопедами будет запрещено. Точно так же хотелось бы напомнить, что управлять велосипедом по автомобильным дорогам у нас разрешается только с 14 лет. Дорога безопасности – это целый комплекс самых разных мер. В Чебоксарах создан паспорт дорожной безопасности школ. В нем отмечены наиболее аварийные места в городе. Прописан алгоритм действий школьника. При реконструкции дорог строятся подземные пешеходные переходы. Пока редко, но все же. Такой запланирован на проспекте Ивана Яковлева. Но куда важнее для безопасности детей на дорогах – личный пример родителей. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика.